всем привет друзья на календаре 14 июля прошло несколько дней после дождя может дождь даже был и вчера скорее всего был потому что в лесу очень мокро мы выехали в очередной раз проверять свои грибные места рядышком с городом потому что уже нет смысла ехать даже дальше на дальнее расстояние потому что там тоже новостей грибных особо нет мы приехали проверять наши места потому что этому способствует погода были и дожди и солнце было испарение и прохлада была и жара все что только нужно нашим грибам сегодня мы ходим уже два часа наверное в лесу не единой можно сказать поганочки но мы все равно надежды не теряем может быть что-то да и найдем только черные трупики только черные трупики да грибов которые видимо стояли еще при жаре поэтому мы идем сегодня искать и надеюсь что там да найдем пенёчек а заглянешь под пенёчек оказывается что это грибочек грибочков нет были сейчас и в балках лавражики на горку поднялись вообще никаких признаков возрождения грибов нет есть только мумии старые которые были при жаре при царе горохе еще и умерли даже до дождя еще а у нас ничего а я увидела олененка маленького на горке стоял наши глаза встретились на 2 секунды я замерла он замер потом я позвала он стартанул и убежал это был тот олененок которого месяц назад видела мая и фотографировал он был еще маленький и лежал в гнездышке сэма сейчас он уже такой размером как большая козочка и очень высоко прыгал и сейчас вот где-то там слышно палками хрустит где-то в балке убежал от нас это кто-то просто рыл вообще после дождя такая трава повставала зеленая то стояла все такое рыжие прям это новая травка полезно только на грибочком забыла сказать что пора уже хватит прятаться сидеть вообще никаких признаков вообще не в оврагах не на горе прям обидно обидно мы уже устали смотреть ролики из средней полосы там где мешками носят белые подосиновики вот честно а наши все локти кусают ой смотрите что я нашла в траве смотрите что это сыроежка ух ты вау ничего себе интересно она чистая даже нож не брала но я думаю что она точеная битая червем с комаром смотрите вместе комар покушается на не нужно нажимал какой достать держи его наука ну что видно блин первый гриб на сегодня чистый ребята я в шоке сыроежка чешуйчатая или зеленоватая вот это да ну поздравьте меня с находкой здесь спрятался гриб плетей и да конечно сейчас без грибе но не настолько чтобы мы конечно брали плетей я вам просто их покажу но он прям чистый смотрите какой плетей классный раньше тоже по весне таких много было после дождя тоже съедобный гриб не поганка чистый хороший пластинчатый поближе с пластинки что видно фокус не дает вот так вот он выглядит и растет видите вот таким вот пенечку обнаружила вот такой грибок смотрите я думаю что наверно он уже состарился раз мошки его окружили он твердый пептопорус уже каменеет уже прям твердый стал и видите порыжил раньше он был желтый как вот здесь вот это молодой экземпляр он еще такой светлый и очень мягкий то есть если надавить он прям прокалывается хорошо несъедобный склон шикарный зеленый такой травянистый вот засесть бы и косить не груздочка ничего тяжко как без грибье то в оврагах так мокро но ни одной веселочки мы сегодня не встретили сейчас бы веселочки держим путь назад может сейчас по пути еще что-то найдем посмотрим такой смотрите муха не подъедается валуй давно видимо стоит в общем мы немножко пошаманили в лесу и договорились местными духами духи нам пообещали что через три-четыре дня грибочки начнут проплевываться поэтому у кого есть возможность проверять леса среди недели проверяйте а мы сюда попадем не раньше чем через неделю и посмотрим смогли ли мы договориться с лесными духами или нет быть послушайте как spray вот так вот белыми пятнышками видите неплохо видно вот он зарождается мицелий гриба выступил тоже вот белые пятнышки тут скоро будут грибы прям по горке много пятен а это ребят прямо на выходе из леса нам попалась клавикорона крыночковидная на безгрибье этот гриб очень даже хорошо и если в принципе вам попадется кустик то он обычно растет на стволе какого-то погибшего дерева если видите один кустик то нужно исследовать дальше по лесу смотреть где-то рядом должны быть еще вот такие вот кустики этот гриб хорошо идет для маринада то есть его можно замариновать обычно мы этот гриб когда берем мы его маринуем со специями по-корейски вот наподобие корейской морковки салат как делается вот так наподобие делаем ему получается очень вкусно если добавить еще морковь то получается очень даже вкусненький салатик и вот мы сейчас наберем ой ну этот вообще как водоросли очень похож на водоросли он смотрите смотрите прям мохнатенький такой он пахнет грибами прям вот выраженный яркий у него запах очень приятный кладем в пакетик мы сегодня с пакетиками потому что без энтузиазма особого ну правильно и сделали что мы взяли корзины что туда есть вот уже немножко прибавилось и вот чуть дальше по мере роста этого ствола мы нашли еще небольшой такой вот кустик вот тут уже новые экземпляры по стволу начинается а вот этот уже подрос его можно забрать смотрите правда как водоросли кажется фокус не дает видите очень похож на сегодня мы будем с вами прощаться наш марафон завершается мы проверили свой лес лес мокрый влажные даже трава где-то еще местами мокрая видно что дождь был у кого есть возможность у местных ребят проверяйте на неделе свои места грибные возможно что что-то уже доначнется а мы скорее всего вернемся сюда в следующие выходные будем проверять уже конкретно может быть даже второй слой лисы пойдет а может быть уже что-то будет круче на сегодня мы не пустые то есть мы сегодня вот с таким вот пакетиком но что-то да есть у нас принципе мы пустые никогда не выходим из леса всегда нас лес чем-то благодарит по фэн-шуй или сегодня немножко вам поколдовали чем могли тем помогли лес пообещал нам через недельку дать грибов поэтому увидимся через недельку всем пока пока а